Приветствую дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко и вы смотрите канал Быть Программистом. Скажите, вы хоть раз задумывались о том, чтобы собрать свой домашний сервер? Ну, если вы айтишник, как я, наверное, точно задумывались, поэтому досмотрите этот ролик до конца. Я вам расскажу, как я не просто собрал себе домашний сервер, а еще и построил целую серверную под него. Думаю, будет очень интересно, поэтому досмотрите ролик до конца. Итак, начнем с того, что мне для работы потребовался сервер. Да не простой сервер, а мощный, как можно больше ядер и как можно больше оперативки. С чего я начал? Я подумал, что канал интернета мне позволяет разместить этот сервер дома. Помещений у меня достаточно, я без проблем смогу собрать простой, ну, внешне визуально комп, да, не серверное оборудование, а именно такое десктопное оборудование, напичкать его железом и полностью готовый сервер. С этого я и начал, собрал себе компьютер, поехал в офис, привез все старые компы и думал, сейчас из этого комплектующего что-то соберу. По факту из старого комплектующего я взял только кейс, все остальное я докупил. По комплектации сервера я во второй части видео вам обязательно все расскажу и покажу. Так вот, разместил этот сервер у себя в кабинете, а вы знаете, что в кабинете я люблю минимализм, может быть смотрели старые обзоры, где у меня все красиво разложено. И этот сервер лег, ну, совсем не по фэншую. Можете даже на экране сейчас наблюдать, как не вписывается он в эргономику моего кабинета. Первое. И второе, техника новая, я даже купил стабилизатор напряжения UPC, который новый, он издает какой-то не очень приятный запах. Два дня сервер поработал в кабинете, я решил, нет, нужно что-то менять, нужно под него делать отдельную серверную. Благо место мне в доме позволяет, я начал искать помещение. Решил подальше от дома его разместить, пошел в подвальное помещение, даже полуподвальное, и идеальным местом будет котельная. У меня есть котельная под гаражом. Вот, большая проблема была в том, что помещение было не свободное. Там была куча различного хлама, нужного и ненужного, выбросить его жалко, куда поставить не знаю, что я сделал. Значит, позвонил отцу, сказал, приезжай, куча вещей нужно перенести к тебе. Отец на машине приехал, все, что там было, я загрузил им в машину, отвез к отцу, значит, дальше его проблемы. Пусть он сам с этим кламмом разбирается. Следующий шаг. Помещение вроде бы есть, но проблема в том, что это полуподвальное помещение, стены там сырые, потому что были проблемы с гидроизоляцией. Сейчас этих проблем нету, потому что уже все решено, но стены остались сырыми. Я включил сушилку, у меня есть такая специальная штука, как напольный кондиционер выглядит, и она работает круглые сутки, там осушают воздух. Гуд, собственно, осушили мы воздух, что нужно делать дальше? Стены нужно немножко освежить, потому что все-таки хочется новый сервер в новую серверную. Начали красить стены. Ну, как начали, я сам пошел, нашел валик, поскольку валик у меня не было, но была краска, потому что в других помещениях я раньше красил стены. Взял, за выходные покрасил это помещение. Сушилка по-прежнему работала, и стены по-прежнему осушались. Далее, нужно было сделать разделительную стену. Заказал стеклопакет, пришли ребята, сняли размеры, на следующий день они пришли, установили этот стеклопакет. Все замечательно. По сути, серверная у меня полностью готова. Есть отдельное помещение, есть для него закрытый доступ, то есть по ключу я только могу туда попасть, потому что сделана перегородка из стеклопакета. Все шикарно, но есть несколько моментов. Для сервера нужно тянуть отдельный интернет. Канал, который у меня есть в доме, он в принципе не быстрый, но и не медленный. Он порядка 300 мегабит в секунду. Одно но. На эту линию уже у меня висят 4 роутера по всему дому. И вешать еще дополнительно для серверный роутер было нелогично, потому что линия не выдержала бы всего этого. Я решил тянуть новую ветку оптиковолоконного интернета себе в серверную. Шикарно, все бы хорошо, но проблемчика в том, что нету столба близкого к моему дому. То есть ближайший столб, он находится где-то в 150 метрах от дома. И проблему нужно было решать установкой какого-то специального столбика поближе к моему забору. Что я начал делать? Я прикинул, из чего можно сделать эту стоечку. Ничего не нашел у себя в хозяйстве. Опять же, позвонил отцу, спросил, есть что? Он сказал, давай, приходи, дам тебе стойку. Пошел, взял стойку, привез ее домой. Стойка была не такой длинной. 2 метра 30 сантиметров. Мне нужно было хотя бы 2,70. Что я сделал? У себя нашел кусок на 70 сантиметров. Его прикрутил, приварил красиво. Дальше приварил на конце такой округленный хомутик, чтобы можно было к нему прицепиться. И все, стойка готова. Осталось лишь только ее покрасить, прицепить к забору. И вуаля, интернет в принципе можно протянуть без проблем. Пришли мастера, протянули свои кабеля, в серверной у меня теперь есть и интернет. Все бы хорошо, но в серверной темно, поскольку я добавил новую перегородочку. Что делать? Поехал в магазин, купил осветитель, светильник, лампу, короче лампочку купил, да? Повесил эту лампочку. Далее, все бы хорошо, но в серверной нужен циркуляция воздуха. Я вам напомню, что сушилка еще работает. Пусть она себе сушит, она уже воздух до 40% осушила, но пусть себе работает круглосуточно. Хотя бы 2 недели она там будет круглосуточно работать. Значит, вентиляцию начал делать. У меня есть окно и есть отдельный воздуховод для вентиляции. Купил опять же в магазине решеточку, установил эту решеточку. Такую же решетку, но железную я и с наружной стороны установлю. Для чего? Для того, чтобы различные там грызуны не залезали ко мне в серверную, не грызли мою дорогую технику. И проблема с воздухом, в принципе, тоже решилась. Далее, по электричеству. Поскольку сейчас серверное это один стационарный компьютер, можно так сказать. Да, это не серверное какое-то оборудование. Того автомата, который по электричеству там установлен, вполне достаточно. Но, несмотря на это, у меня по случайности оказалось 2 свободных места под 2 новых автомата. Также у меня к дому протянута трехфазная линия. И эти же 3 фазы протянуты и туда, в полуподвальное помещение, то есть в серверную. Поэтому линия, которая уже есть в той комнате, она выделена под одну фазу. А под 2 другие фазы я еще поставлю 2 автоматика. И выведу себе новые розетки на будущее, чтобы у меня разные компьютеры питались от разных фаз. Также у меня установлен UPC и также в этом щитке электричества есть выход от генератора, который предусмотрен на будущем, установка его на улице. Генератора там нет, но кабеля уже через стену все красиво проложено. Поэтому так случилось, что все в этом помещении сделано так, чтобы там была серверная. Хотя я никогда в жизни не задумывался, что там будет серверная. Это было котельное для твердотоплива. У меня там казан отдельный, помимо газового, есть еще и на твердом топливе, который связан со всем. Я им, конечно, сейчас не пользуюсь, только первый год пользовался, но смысл в том, что он есть. Но разделение комнаты создало из нее и серверную, и котельную. В принципе, по электричеству тоже все понятно. Есть куда наращивать мощности. Серверная готова. Перенес я туда сервер, запустил, все шикарно работает. Поэтому большой лайк, если вам нравится такая комнатушка. Конечно, выглядит практически когда-то центр, но там пока стоит, находится, установлен только один домашний сервер. Теперь по комплектующим. Давайте я вам расскажу, что у меня в этой машине. Также скажу, что я заказал на Алиэкспресс китайские комплектующие. Соберу еще несколько серверов. Если вам тема с серверами интересна, обязательно пишите в комментарии. Я буду рассказывать, буду показывать распаковку этих серверов. Если у вас нет времени и желания заниматься сбором домашнего сервера и делать серверную, тогда я посоветую вам обратиться к VDSina.ru. Это современнейший хостинг серверов для абсолютно любых потребностей и задач. Это создание сервера за одну минуту. Используется только премиальное оборудование с NVMe дисками. KVM виртуализация. Возможность установить любую операционную систему из своего образа. Масса готовых шаблонов серверов, включая серверы с панелью Vesta CP для удобного размещения сайтов. Это посуточная тарификация. Лицензия Windows уже включена в оплату. Фактически можно разместить любой проект от простенького VPN до игровых серверов и больших корпоративных порталов. Поэтому если вы ищите хостинг, VPS, VDS, Windows VPS, аренда серверов, то обязательно обращайтесь в VDSina.ru. Ссылка есть в описании к ролику. Переем комплектации моего сервера. Значит, из моего здесь только видеокарта и корпус. Все остальное новое покупал. Покупал в Кишиневе. Ушло у меня на это 2500 долларов. Я думаю, наценка здесь 15-20%, потому что у нас в Кишиневе все дорого. Думал, материнка не влезет, придется резать болгаркой, но влезла впритык. Если по комплектации, то материнка X570 Aorus Elite очень хорошая. Мне пришлось BIOS обновить, чтобы сервер быстрее работал, собственно. Дальше по SSD это Samsung 970 Pro M.2. Далее по памяти это 4 штучек DDR4 3600 МГц. 4 по 16 в итоге это 64 гигов получилось. Далее по блоку питания это блок от Xilence на 530 Вт. По кулеру это тоже от Xilence M74 RGB, M704 даже, с подсветкой. Хотя зачем она в серверной, не знаю. По UPC это Sven Pro 1500 до 3 розеток. У него возможно это подключить. Ну и самое интересное и главное, конечно же, процессор это Ryzen 9 3950X. Он у нас на целых 16 ядер. Вместе с этим процессором моя машина просто бешеная. Вот такая комплектация получилась. По мне очень дорого она стоит. Зашел после этого на Али, посмотрел какие у них там есть комплектующие. И собрал комп в 2 раза слабее, но за 260 долларов. Практически в 10 раз дешевле. Через месяц приедет, соберу, посмотрим, как он себя покажет. Если вам интересно, жмите кнопочку лайк, напишите в комментарии, что интересен обзор. И я запишу обзор отдельный на комплектующий. Именно покажу и процесс сборки с полного нуля. Распаковку и сборку. И посмотрим, как себя поведет комп за 260 долларов с Алиэкспресс. В сравнении с компом за 2500 на Ryzen 9. В принципе, у меня на этом все. Я хотел с вами поделиться своим опытом, как я собирал домашний сервер, как я оборудовал серверную отдельную комнатушку. Думаю, было интересно. Мне, по крайней мере, было весело всем этим заниматься. Поэтому поделился и с вами. Конечно, были и другие проблемы при установке драйверов. Поскольку ПО у нас серверное, а комп железо стационарное. Некоторые драйвера ставят блоки. Они не так легко становились. Особенно драйвер на LAN. Но все получилось. Пришлось немножко изменить код драйвера. Благо, в интернете куча информации. Она очень помогла. Все в итоге у меня классно получилось. В общем, жмите кнопочку лайк. Напишите что-нибудь в комментарии. Может быть, тоже хотите дома сделать свой домашний сервер. Напишите об этом, чтобы мы все об этом знали. Всем пока-пока. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в описании к видео. Я каждый день выкладываю посты с полезными инсайтами из жизни, которые точно вам пригодятся. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм.